Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы с вами будем заготавливать укроп впрок, так как это делали наши бабушки и дедушки. Мы будем его солить, ведь именно соленый укроп хранится наиболее долго и добавляется во все щи, борщи, супы. Главное, предварительно этот суп не солить. Он сохраняет весь аромат. Вот такой пушистый укроп у меня вырос. Я его уже заморозила, половина грядки, посеяла другую зелень, а вторую половинку сейчас буду солить. Почти всю зелень я сею по три раза за лето и собираю урожай для заморозки и чтобы так поесть вдоволь. Вот этот укроп я посеяла 1 июня. А вот этот укроп, посмотрите какой он большой уже, с зонтиками, Этот укроп посеян у меня сибирским методом посева 1 мая. Так как в Сибири еще холодно, я сею его в грядку, поливаю, укрываю полиэтиленом и прижимаю досками. И когда на улице немножечко теплеет, укроп и вся остальная зелень у меня уже большая. Этот укроп у меня оставлен для засолки огурцов и помидоров, урожай которых мы уже начали собирать. С укропом мы поступим как и со всей зеленью. Сейчас мы его срежем. Чистый вымытый обсушенный укроп измельчаем очень мелко, превращаем все в крошку. У меня чистая масса укропа 1 кг. На 1 кг нужно взять 250 граммов соли, 1 четвертую часть от подготовленной зелени. Соль необходимо взять обычную, ни в коем случае не эйдированную. Любую. Это может быть крупная соль или может быть экстра. Разницы нет. Отвешиваем соль в нужном количестве, пересыпаем, перемешиваем как следует. Баночки необходимо простерилизовать. Я баночки свои промываю содой. Если я нахожусь дома, ставлю их на 2 минуты в микроволновку, без крышки. А так как я нахожусь сейчас на даче, то я их промыла содой и пропарила кипятком в течение 15 минут. Как следует перемешиваем. Таким способом можно посолить любую зелень. Но скажу вам сразу, что ранее, еще в молодости, я солила таким способом лук, петрушку и вкус мне не понравился. Вкуснее всего, конечно же, укроп. Чтобы зелень быстрее дала сок, мы ее потолчем. Если зелень не потолочь и просто уложить в банки, она обязательно сядет примерно на 1 четвертую. И затем вам придется все это перекладывать. Теперь в подготовленные баночки натрамбовываем зелень. Очень-очень плотно. Такую зелень можно хранить в погребе, можно хранить в холодильнике. На этом у меня сегодня все. А вы, дорогие друзья, смотрите мой плейлист консервирования соления, а также плейлист варенье из плодов и ягод. Там очень много рецептов, легких в приготовлении. До новых встреч и удачных вам заготовок!